Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин. И с данного дня я начинаю поиск лучшей шаурмы в Нижнем Новгороде, в России и возможно даже в мире. Поэтому сразу подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски, которые будут выходить каждое воскресенье. Ну а я направляюсь на поиск той самой замечательной и лучшей шаурмы. Итак, я дошел до нашей первой шаурмы. Находится она по адресу Бориса Панина 11Б. Это вы видите сейчас на своем экране, на карте, чтобы вам было легче до сюда добраться, если вдруг заинтересует. И мы сейчас заходим внутрь, покупаем шаурму и потом идем дегустировать, проверяя ее по трём основным критериям. Это цена, это вес и это, соответственно, наполнение продуктами питания. Ну что ж, поехали. Итак, шаурма куплена. Вот она. И вот так выглядит наш кирпичик счастья. И данный кирпичик стоил 150 рублей. Давайте теперь взвесим этот кирпичик. 511 грамм. Данный кирпичик весит 511 грамм, стоит 150 рублей. Получается, что килограмм будет стоить приблизительно 300 рублей. Ну и для того, чтобы нам ответить на вопрос, какие же внутри ингредиенты, потребуется нож, естественно, самура, да, как славный дружа Обломов завещал, и палочки для суши, чтобы раздербанить ее к чертовой матери. Давайте тогда приступим к препарированию нашего пациента. Вот так. Шаурма, кстати, со свининой. Вот так вот она выглядит внутри. Ну, такое себе зрелище. Одну часть обкладываем. И давайте постараемся ее развернуть. На данный момент хотел бы попросить слабонервных уйти от экранов монитора, потому что шаурму мы полностью препарировали, чтобы посмотреть, что там именно внутри. Ушли? Ну, а теперь, кто остался с нами, внимание вот сюда. Что мы видим внутри? Здесь у нас есть и мясо, это свинина. Достаточно нормально ее, кстати, положили. Есть огурцы, помидоры, капуста, морковь. И при мне, когда я смотрел, когда это готовили, при мне заливали каким-то белым соусом майонезным, скорее всего, кетчупом, похожим на лечо, но без перцев. И я попросил сделать поострее, поэтому добавили, как я понимаю, аджики. В общем, вот так вот она выглядит внутри. Вот что вы получаете за свои 150 рублей. В принципе, не особо богато, но и что поесть, есть. То есть, разнообразие вкуса вы получите. Ну и главное, для чего мы все-таки здесь собрались, это ее попробовать, потому что одно дело мы узнали цену, узнали, сколько она весит, узнали, что внутри, но как это будет сочетаться на языке. Давайте пробовать. Делаю точно из свежих продуктов, чувствуется острота, она особо не перебивает. Я так сложно жую, потому что там много мяса, поэтому вы ей точно наедитесь, потому что полкилограмма еды, достаточно много мяса, много овощей, и она сочная, как видите, она у меня на лице остается. Но при этом есть опасность, когда вы будете ее есть, если вы будете ее покупать, обязательно кушать в пакете, потому что я вот сейчас ем, и чувствую, как видите, она вот здесь начинает разрываться. И если это делать неаккуратно, то потом вы будете все в шаурме, будете шаурменами такими. Вот. Но в принципе, в принципе, за свои денежные средства это достаточно хорошо. Итак, итог. Данная шаурма стоит недорого, достаточно средняя ценовая категория, 150 рублей, за это вы получаете 511 грамм еды, свежего мяса, свежих овощей, достаточно нормального лаваша, немного протекающего, но нормально. Я ее ел уже остывшей, потому что нес до дома, но все равно вкус он сохраняется, употреблять можно. Поэтому данной шаурме я ставлю 7 из 10. И, если вы хотите увидеть следующие выпуски, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и комментируйте. Также в комментариях можете оставлять те места, которые вам нравятся, и которые стоит посетить, и сравнить с этой шаурмой и с другими шаурмами, шавермами, в общем, с другой уличной едой. Но на этом все. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк.